Дорогие подписчики, доброе утро! В связи с тем, что на моем канале прибавилось подписчиков и зрителей, хотела немножко напомнить и рассказать, где и кем я работаю. Я работаю с менеджером небольшой компании, офис которой располагается на станции метро Савеловска в бизнес-центре Фактория. В этом бизнес-центре располагается очень много всяких кафешек, столовых и так далее. Как раз перед Новым годом тут было два хороших местечка, в которые ходили наши сотрудники кушать, обедать. Многие даже завтрак брали. Было два хороших места. Это был хлеб и вино, ресторанчик и ресторан Слава. Хлеб и вино у них произошло возгорание. Или что-то с электричеством, или что-то с газом, я не знаю. Особо это глаза нам не бросилось. Мы просто сразу заметили, что они закрылись. Это было гораздо раньше, чем перед Новым годом. Где-то, может быть, в начале декабря. А вот ресторан Слава сгорел перед самым. У них было пламя, воспламенение прямо в Инстаграме, еще где-то в ВКонтакте. Было очень много роликов, как пламя выдавалось прямо из окна. И оно было довольно большим. Люди вроде не пострадали, но, к сожалению, ресторан закрыли. Что будет на его месте, неизвестно. А вот в ресторане хлеб и вино, кстати, тут снимался сериал Сеня и Федя, вот тут как раз открылся ресторанчик или кафешечка, пока не знаю, чебуреки. Называется «Чебуреки решают все». Машину перегораживать. Вот хочу как раз зайти сегодня в это местечко и посмотреть, какие там цены и что там подают. А пока иду на работу. Дорогие подписчики, кто-то из моих подписчиков под предыдущим видео оставил комментарий и интересовался, какой у меня карьерный рост. Какой карьерный рост в офис-менеджменте? Конечно, никакого. Там секретарь, офис-менеджер, личный помощник. Как бы больше в офисной структуре продвижения в этом плане, конечно, нет. И мне кажется, не будет. Есть только занятия с директором. Это шутка, конечно. Вообще, моя первая специализация, я окончила кулинарное училище. Очень долгое время работала поваром. Очень даже в известных ресторанах, таких как «Метелиц», «Лягастроном», «Зообар». Крутые были рестораны. Я была и замшефом, и работала у шеф-поваров-американцев. Ну, интересный опыт мне нравился. Я вообще люблю готовить, и мне нравилась вообще профессия повара. Но потом я закончила институт экономический на факультете менеджмента. Вообще-то на факультете бухгалтерии, но на пятом курсе я перешла на факультет менеджмента. Я что-то подумала, что все-таки бухгалтерия – это не мое. И потихонечку стала двигаться в этом направлении. Оставила поварского отдела и как-то устроилась в одном из организаций. Она называлась фондовой биржей РТС, московская биржа. Устроилась офис-менеджером. И с тех пор я офис-менеджерной работаю. Мне нравится. Пока у нас тут везде отключили свет, какие-то перебои с электричеством. И я все-таки решила зайти в эти чебуреки и решают все. Ребята мне рассказали, что они вчера заходили во время обеда. Какие-то тут якобы цены сумасшедшие. Очередь была большая. Вообще была куча народу. Сейчас посмотрим, что тут по меню. Аппетитные королевские креветки. 180 грамм. 890 рублей. Осетинские пироги. 750 рублей. Так, что тут такого? Вот чебуреки. С мраморной говядиной. 220 рублей. Не знаю, чебуреки, по-моему, нормальная цена. Хотя я не знаю, сколько должны стоить чебуреки. В принципе, салаты 490, 590, 690. Все мясные. Цена как цена, наверное. Такая же, как и в ресторане. Рисовая каша. 160 рублей. Для завтрака. Ну и всякие добавки, топпинги. Глазуни. 160 рублей. Так, супы. Том-ям. 550. Да, обычная цена, мне кажется, как в ресторане. Картофель по-деревенски. 190 рублей. 120 грамм. Гарниры. Так, чё ещё? Вот, хинкали есть. 90 рублей за штуку. Да нормально вроде всё с ценами. Ну, я имею в виду, если это как ресторан. Хачапури по-аджарски. 520 рублей. Так, ну ладно, попробую зайти вовнутрь. Чё у них там, как у них. И вообще, есть и народ. Вот зал какой-то совсем маленький. Так, чё тут как оформление. Я до этого сюда не ходила. Даже не знала, как здесь было вообще. Кстати, вот такой большой чайник, по-моему, я купила котюхе в баню. Ну, типа такого, по крайней мере. Ну, так, оформление совсем обычное. Винные шкафы. Посетителей пока только несколько человек. Два или три. Ну, зал такой обычный. Ничего такого прям нету. Как насчёт незабываемого ужина за ваш счёт? Чебуреки решает всё. Вчера у них было первое техническое открытие. Бармен мне сказал, парень. По меню у них пока ещё не всё. Но со временем будет полное меню. Но ребят сказали, что они увидели, как кто-то взял, например, борщ. Что-то я не посмотрела. В меню там есть борщ? Не заметил даже. Была огромная тарелка. И к этой тарелке всякие топпинги. Типа, может быть, какие-то, не знаю, там, плюшки, ватрушки, что там. В общем, не знаю, как будет наполняемость. Но из-за того, что у нас здесь теперь кофейн больше, чем ресторанов, наверное, это будет пользоваться популярностью. А вот сзади меня это прям ресторан «Слава». И вот из того окна, вот на веранде, как раз выдавалось огромное пламя. Ну, и это я и на видео видела. Кошмар, конечно. И, кстати, по-моему, там были же какие-то мероприятия запланированы прямо перед самым Новым годом. И ведущие, и все, кто должны были выступать, ну, или там, ну, какие-то, кто-то ведь там проводил какие-то свои мероприятия, и в них все, естественно, отменилось. И они даже в каком-то там общем чате дали объявление, что вот, типа, помогите найти работу. Представляете, люди лишились работы. Слава Богу, еще раз повторюсь, что все обошлось без жертв. Вот так вот. Ладно, пойду дальше работать. А вечером с вами... Я так захотела какого-то десертика с грушей. Мне вчера купили грушу, принесли. И у меня есть немножко сыра камамбер, камамбер, есть слоеное тесто. Так что сделаем с вами вечерком сегодня небольшой вкусный десертик. Так, друзья, ну что, мисс Бровь на связи. Так, я даже не стала переодеваться. Сразу фартук одену. Уже достала тесто размораживать. Подготовила все, что нам нужно. Это самый простой и легкий десерт вообще. Мне кажется, проще этого десерта. Нет ничего. Так, правильно? А, я думала, тут подтягивается. А тут ничего не подтягивается. Да, ну ладно, ничего страшного. Ой, снегопад прям вообще замучил уже. Вроде как хорошо, что снежок идет, а с другой стороны, блин. Я только в эти выходные машину почистила. Проехала туда-сюда. Прогрела. Блин, опять снег идет. Что ж такое-то? Ужас какой-то. Так, ребят, нам с вами для десерта нужно все самое простое. Слоеное тесто. Оно у меня было. Какое? Было вот такое. Я обычно такое не покупаю. Растория. Слоеное тесто без дрожжевой. Кстати, это знак. Тут нарисовано именно то, что я хочу сделать. Ну, почти. Здесь, правда, яблоки. Мы сами будем делать грушу. Нам нужна груша. Лучше всего конференция. У меня есть вот такая груша. Наверное, это дюшест или не знаю, не знаю, как еще за груша. Конференция просто, она плотнее и лучше держит форму. Поэтому для этого десерта нам лучше вот такая груша. Так, это уберем назад. Так, яйцо, чтобы смазать наше тесто. Меня видно? Сейчас я повыше сделаю камеру. Так, яйцо, чтобы смазать наше тесто. То есть, я говорю, все самые простые ингредиенты. У меня был не бри, оказывается. То есть, нет, у меня был бри. У меня сыр бри. Полкусочка оставалось. Но мне этого вполне хватит. Вот прям вот так вот. Можно делать блючи из сыра сюда класть. Можно еще вот из вот таких вот сыров что-то такое класть. Немножко грецких орехов. У меня есть больше, но этого вполне хватит. Но лично мне, потому что я не особо люблю орехи. Поэтому для десерта вот вполне. Сейчас я... Можно через... Прокрутить через... Через кофемолку. Она у меня вот есть. Ой, есть. Но ее надо чистить, потому что она от кофе. Поэтому просто положу в пакетик и этим молоточком побью. Так, правильно все вставила. Вот. Можно через кофемолку. Но мне неохота, потому что ее надо помыть от кофе. Так. И мед. Все. Собственно говоря, это все ингредиенты. То есть, груша, орехи, мед, сыр и тесто. Вот так вот. Так, пока наше тесто размораживается у меня тут лежит. Хочу вам еще рассказать про свои всякие кулинарные похождения. Ну, не кулинарные, а... Брови, когда же они мне сойдут-то? Вот. Про... Ну, про то, как я работала и так далее поваром. Самые мои такие, знаете, запоминающиеся времена, когда я работала поваром, это в Эдеме. Потом после Эдема это в Кузьминках было в ресторане. И это прям вообще веселуха-веселуха просто. Прям вообще. Вот. И РТС. В РТС я как раз пришла устраиваться поваром. Меня взяли старшим поваром. Там было всего три человека в подчинении. Я проработала где-то полгода. А потом что-то кто-то меня, старший менеджер или отдел кадров вызвала. Ольга ее звали. И говорит, Ирина, а у вас же тут указано, что вы институт закончили. Я говорю, ну да. Ну что-то она там, видать, документы, что ли, какие-то поднимала. Не знаю, что, в чем дело. Я говорю, ну да, как бы, закончила. Она такая, ну а что, может быть, попробуйте. Говорит, как раз сейчас Светлане, там она была менеджером, старшим офис-менеджером. Типа, нужна помощница. Помощница. Давайте попробуйте. Я говорю, давайте. Говорит, я не против. Зарплата, говорит, повыше. Ну и как бы, может быть, как раз пойдете в этом направлении. А я как раз думала об этом, хотела. Ну и все. Так вот я стала работать офис-менеджером. Вот так вот. Так, надо мне чуть помаду убрать, чтобы пробовать же буду. Вот, так лучше. Так, ну что. В принципе, можно приступить. Можете тоже делать такой десерт. Кстати, такой десерт еще, знаете, как можно сделать? Просто из груши. Берете ту же самую грушу, вот, конференцию. Вот так вот пополам режете. Удаляете всю сердцевину. Ну, чем больше, тем лучше. И сюда, вовнутрь, кладете орехи, сыр. Медом заливаете. И также ставите в духовку. То есть без теста. Просто вот такой вот грушевый десерт у вас будет. Кстати, это очень вкусно. Честное слово. Так, ну, то есть, я говорю, ничего особенного, ничего сложного в этом нету. Сейчас мы грушу просто чуть-чуть порежем. На небольшие дольки. Можно тонко, можно не тонко. Это как в вашей душе хочется. Я даже не знаю, может быть, ни одной груши будет вполне себе достаточно. Вот такими режем. Можно резать не так, можно резать так. И они будут тогда в виде прям вот такой вот полу груши смотреться на тесте. Тесто, кстати, можно раскатывать, можно не раскатывать. Можно вот, если пласт большой у вас, так вот знаете, вот квадратный прям бывает такие большие. Можно прям раз-раз на четыре части разрезать. И не раскатывая, вилочкой вот так вот потыкать все тесто. Уложить груши, раскидать бри или там блючист, какой у вас еще сыр есть. Вот из таких вот сортов. Медом чуть-чуть полить, орешками посыпать и в духовку. 180 градусов, минут 15 и все готово. Ну вот, так как я не очень люблю, чтобы груши были жесткими, поэтому я, ну в смысле не люблю в принципе жесткие груши. Поэтому я режу тоньше. Если вы любите жестковатые груши, можете порезать, конечно же, потолще, чтобы это потом чувствовалось, так сказать, у вас на зубах. Я просто не очень люблю. У меня такое ощущение, что у меня одной половинки груш хватит. Я, пожалуй, вторую пока не буду резать. Уберу ее, а там дальше будет видно. Так, дальше что? Берем сыр наш, очень, наверное, на бумажке. И все. И тоже режьте его тоненькими кусочками. Видно вам вот так вот? Вот так вот, да, наверное, будет видно. Все, и режьте тоже такими тоненькими кусочками, пластами. И все. Я говорю, тут вообще все очень, все самое простое. Ничего сложного нет. Australia. Тр k Berkeley. Тридцать. И еще разном. Еще раз. Тридцать. Я говорю, тут чуть-чуть Coburg-е. Стالить-чуть спирить. По-нельзя. И еще раз. Использую, в изольте пути. Рад头, блинily. ну все и собственно сейчас поколочу грецкие орешки мои испорчу один пакетик сейчас подумаю может мне кажется маловато у меня есть еще грецкий орехи сейчас наверно сразу почищу еще несколько штук и добавлю сюда девчонки пока чищу грецкие орехи мне вот целый пакетик несколько штучек чисто для куда во что мне чисто для десерта кто любит необычные всякие соуса могу вам сказать очень прикольный соус он будет чем-то похож даже знаете на что над кемалевый наверное нет нет кемалевый в общем сейчас вы поймете о чем речь короче говоря все просто кинза киви чеснок больше ничего по вкусу специи потом добавите блендере начать почистить от кожи этот какой киви и блендере пропустить чеснок кинзу и киви все все просто вообще простейший соус это прям можно вот сразу из-под ножа вот вы мясо допустим пожарили там курочку сразу раз прокрутили и все соус готов прям тот же раз ставите горячим во просто классно это я сегодня тоже что-то вспомнила посмотрела думаю блин есть киви две штучки чуть никак они у меня не едятся думаю на 4 месяца сделать запасить себе какой-нибудь стейк и сделать соус такой то есть вот я например вообще не ленюсь что-то себе приготовить вкусненько было внизу какой-нибудь забацать там еще что-то такое в общем как-то так не ленюсь и вам не советую лениться готовить для себя что-нибудь вкусное так девчонки тесто у меня разморозилось особо париться я не стала просто разрезала на три части ну почти ровные вилочкой вот так вот протыкаю вот это вот еще не до конца разморозилась это пусть постоит хотя нет нормально все потом что выкладываете груши я уже против смазала положила пергамент я даже не стала морочиться по поводу того чтобы раскатать тесто или не раскатать я раскатывать вообще не стала сейчас мы эти кусочки еще сможем яйцом кстати можно сделать бортики сейчас покажу как клево получится один покажу режете так вот надрезайте не до конца надрезайте можно конечно потоньше сделать здесь тоже не до конца надрезаете кладете этот край так плохо надрезала сейчас я просто боюсь стол прорезать еще главное стол мне не порезать не порезала нет вроде не порезала так берете этот край кладете я просто покажу на одном варианте кладете сюда так чуть-чуть не ровно получилось так и то же самое режете с этой стороны и потом кладете сюда и получаются бортики сейчас я сделаю в общем суть такая что должны получиться такие вот бортики вот ну конечно я их тут час подровняю но то есть суть вы уловили да что такие бортики можно сделать и как бы будет красиво то есть я конечно доведу сейчас до ума в этот раз а так тесто должно быть но не тесто а форма должна быть квадратная тогда получилось потому что здесь надрезать так здесь надрезать так и просто так вот на перехлёст делаете и получается такая штучка с бортиками ну собственно дальше ничего сложного вилочкой по всему тесту делаете вот такие вот движения ну вот прям по всему тесту потом смазываем яйцом я уже себе его подготовила прям тщательно смазываем смазываем кстати мне кажется можно еще и сметаной смазывать по крайней мере я что такое уже делала и смазывала сметаны тоже очень даже неплохо получалось тоже подрумянивалась так смазываем сметаной смазываем яйцом вот потом выкладываем грушу так ну все вроде все вроде все смазала так 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 это мне пока не понадобится смазываем ой тьфу выкладываем грушу потом между грушами выкладываем наш сыр посыпаем грецким орехом и медом ну и собственно все так ну я собственно доделала почти все делаю последний смазать яйцом вот это вот мой корейненький который я пыталась бортики сделать ну ладно ничего страшного все равно будет вкусно мед наверное все таки взять тот который льется очень хорошо у меня мед не льется поэтому я его пытаюсь как-то распределить по поверхности каждого десертика корейненький конечно прям совсем ну ладно ничего страшного так оставшиеся грушу разложу тыкс 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 прям хватило просто отлично даже можно куда-то сюда подложить вот сюда вот маленькую сыр тоже я думала будет впритык оказалось нет вот тоже хватило прекрасно дальше сейчас куда-то доложу еще сыра много тоже не кладите потому что все таки он такой специфический что бриж что камамбер не всем нравится что что тоже даже чуть-чуть и сюда орешки так чтоб на противень носом не попали только сюда вот на самом на наш десертик отлично все и мед мед у меня правда вот такой видите вот просто ну очень густой и надо его просто как-то распределять вот я его пытаюсь он конечно остается в ложке но все равно я своего так сказать добьюсь ой и выложу его на наш будущий десерт добью его много тоже меда не надо а то растечется и будет по всему противню пригореет еще что-нибудь на мой взгляд достаточно так все духовку я уже разогрела будем ставить у меня 180 как обычно вверх вниз погнали надеюсь будет вкусненько у меня такого десерта будет прям ой я с той стороны ставлю нет не с той стороны у меня такого десерта будет прям очень много вот этого одного пласта очень просто очень больше всего меня радует то что минимум затрат минимум посуды то есть по итогу у меня получилось 2 чайные ложки это из-за того что я мед до сюда перекладывала для яйца нож вилка в чем лежали грецкие орешки ножик собственно мед яйцо осталось баночки оставлю и еще пол груши больше всего меня радует маленький набор посуды затратное время и и минимум продуктов так что надеюсь получится вкусно жду и кстати на это я потратила если бы не размораживалось тесто ну буквально ну не знаю в общей сложности ну минут 20 от силы то есть помыть грушу порезать ее порезать сыр порезать на кусочки само тесто сам пласт вилочкой проткнуть яичком промазать грушу при уложить полить медом и орешки это реально это минут 15 ну ладно хорошо 20 это прямо ну от силы и вот через 15 минут буквально то есть по факту всего полчаса вот так и ваш десерт готов такие дела так пока мое произведение стоит духовке я пойду быстро переоденусь чтобы чтобы мое платье не пропахло запахом кухни и сыра потому что сыр будет пахнуть сто процентов стоит мой десертик поднимается потихонечку здорово как так у меня кстати блинчики еще остались тонюсенькие прям вообще как лепесточки вот сейчас чайник вскипячу и сделаю пока все блинчики с икрой потому что я прям так мечтала что когда я их пожарила сразу наверное съела ну не знаю штук сколько у меня было десять осталось раз два три штучки осталось все эти еще сегодня на завтрак я скушала сколько штуки две или три что ли кошмар на меня прямо это не похоже чтоб я в завтрак так много ела ой классно люблю тоненькие блинчики сейчас грушу половинку в холодильник убирала вспомнила что я в тот новый год делала блюда горячая горячая закуска короче в груши думаю что то не напоминает эта половинка груши вспомнила что я делала я короче у меня были креветки и груша тоже такая же конференция я половину груш сделала каждую половинку также вычистила но не до конца сделала какой то соус сейчас не помню какой на основе чего ну наверное может быть на основе сметаны сейчас вообще из головы прямо вылетела креветки такие крупные у меня были я их обжарила порезала не мелко а прямо тоже крупно туда все сложилось сыром засыпала и запекла это вообще бомба но единственное я говорю конференция вот эта вот груша конференция она слишком жесткая но чисто для меня но она сохраняет форму поэтому может быть надо было взять какой то другой ссор ссор сама суть этого блюда была в том что чтобы груша осталась в таком виде в котором она была запеклась и сейчас звонили по телефону поэтому сбилась так что на чем я остановилась а и что суть этого блюда в том чтобы груша была именно осталась той же форме в которой то есть она не должна размякнуть там как вот яблоко там антонка или еще что то то есть суть именно в том что должна остаться форма вот но внутри тоже не должно быть мякоти то есть надо прям резать это должно хрустеть как бы ну понятно что она чуть-чуть подпечься должна все-таки но резаться прям вот как вот жестко прям вот как как ножом свежей груши режете так и должно но блюдо помню было такое вот отменное мама конечно прям вообще поставила 10 баллов из 10 вот так вот так ну что там у нас по времени так ой 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 как поднимается блин супер будет зачетно я прям чую так ну что ровно 15 минут груша на вид тоже готова сыр прям подпекся сыр кстати говоря лучше наверное класть прям под под груши вот как вот это вот под груши ну что вроде вроде красиво вроде здорово то что вот это вот подгорело это сыр чуть-чуть ну как подгорел я бы сказала что это золотистая корочка не на самом деле вроде неплохо вот видите то что я говорила вот мед разлился поэтому может быть даже не надо сильно много меда лить так ну что сейчас я буду ужинать и потом пробовать этот десерт чуть-чуть пусть посты нет вроде ничего так что за сериал не знаю а может не сериал короче сел уже ужин на самом деле я еще не ужинала у меня пюре батат кусочек остался ежичек прям половинку взял потому что чувствую не съем грибочки соленые и вот это вот десерт конечно для меня одно это просто очень много это больше чем моя рука то есть ну я не знаю съем я это или нет но так сказать сделала надо есть значит буду есть вечер вечер еще только начался надеюсь что десертик обязательно осилю для чего я вот это делала чтобы чтобы съесть друзья всем приятного аппетита всем кто ужинает или может быть собирается делать десерт и тоже поесть все друзья готовьте готовьте не бойтесь и даже такие простые десерты просто после работы прийти и сделать это быстро и легко сейчас время кстати говоря 8 часов всего на все так что считайте я в 7 пришла не переодеваясь все подготовила и сразу стала вместе с вами готовить так что я сделала все за полчаса единственное я говорю у меня размораживался размораживалось тесто так что на это ушло время но ничего страшного главное цель достигнута десерт есть я уверена что он очень вкусный все друзья всем хорошего вечера с вами я ваша баба атас тестим десерт это очень вкусно во но сыра я положил бы побольше ё это вкусно это вкусно Продолжение следует...